Это Пульс Дня, мы продолжаем выпуск. На связи со мной политик Константин Боровой. Константин, приветствую вас. Здравствуйте, Артем. Ну вот заголовки газет в эти выходные кричали о том, что страна, в общем-то, на линии фронта практически. Мы в непростое время отмечаем День независимости. И страна разделена очень сильно, но, конечно, когда мы перечисляем все эти события, массовые расстрелы, пандемию и экономические проблемы, я имею в виду инфляцию, конечно, кажется, все это действительно ужасно. Но разве было какое-то время или был какой-то год, когда этого не было? Ну были всегда какие-то проблемы и всегда страна отмечала День независимости, ну на мой взгляд, с различными мнениями. Как вы считаете? Нет, ну, Артем, надо быть оптимистом. Я согласен и хочу быть оптимистом. Вот. Но явление, так сказать, раскола общества, оно очевидно. Вы знаете, я продолжаю слушать мое любимое радио КПСС, это демократическое. И они буквально вчера мне вдруг напомнили анекдот. Был такой советский старый анекдот о том, что там какой-то человек говорит, что он ненавидит всего две вещи в своей жизни. Первое – это расизм, а второе – это черный. Это не политкорректный анекдот, конечно, но вот вчера я услышал по моему любимому радио КПСС, что они ненавидят, во-первых, раскол в обществе, а во-вторых, они ненавидят Трампа. И были повторены все эти вот пропагандистские тупые установки про республиканцев, про то, что трампизм как явление очень опасно для Соединенных Штатов. И слава богу, что они не говорили, что опасны явления республиканцы. Но имелось в виду именно это. И эта борьба, причем она почему-то приняла такие вот, то есть понятно, почему она приняла такие радикальные формы. Это стиль социалистов, коммунистов, такой радикальный стиль уничтожить своего противника до того, как он стал сколько-нибудь влиятельным. Я напомню вам, в 17-м году большевики пришли к власти. Уже в 18-м году начала вводиться цензура, запрет многих независимых газет. Горький тогда в газете «Новая жизнь» писал статьи критические. И все было запрещено. И в 20-м году уже начались внесудебные расправы, репрессии. А в 30-м году начал функционировать ГУЛАГ. Константин, ну вот вы сейчас обозначили проблему трампизма, которую вы слышали по радио. Но все-таки для вас, мне интересно, наиболее серьезная проблема сейчас, которая разлагает общество, это же наверняка не трампизм. Самая серьезная проблема, которую разлагает сегодня общество, это популизм социалистов. И совершенно очевидная провокационная их деятельность по расколу общества, по вот эта критическая расовая теория, это раскол общества. Вот, и много всяких там направлений деятельности, которые создают неприятие одной стороной, другой, понимаете. И вот социализм, идея в Соединенных Штатах, идея равенства, не равных возможностей, а именно равенства, идея социалистические. И это же ведь не просто слова, это было бы еще полбеды. Но это действие, это инфраструктурный бюджет, который приводит к колоссальному росту инфляции. И еще один признак, который меня очень сильно раздражает, это такая, знаете, советская подлинная ложь, когда Байден начинает рассказывать, что инфляция это результат политиканства Путина, войны, хотя она началась значительно раньше этой войны. Рост цен на бензин, то, что волнует сегодня американцев, вдвое, за год, вдвое. Это, безусловно, вот эти эксперименты с зеленой энергетикой, которые не готовы обществу, не готова инфраструктура. И это вот, знаете, повороты рек, северных рек. Слава богу, они этот проект не осуществили, большевики, коммунисты. Вот, но они планировали это, и много других проектов, которые нанесли колоссальную ищербу экологии, и параллельно борьба за экологию, параллельно дети, которые в центре, там, Лос-Анджелеса, на митинге, куда их свозят на автобусах с напечатанными плакатами. Кричат, что мы хотим жить, значит, немедленно начинайте финансировать Тойотское соглашение. Ну, в общем, это пропаганда, понимаете? Ну, а что касается Константина Оружия, все-таки этот вопрос, мы к нему возвращаемся из раза в раз. Ну, и невозможно не сказать сейчас, потому что опять вчера, вы знаете, была массовая стрельба, произошла на параде в Чикаго. Но был еще другой момент, который, возможно, вы тоже заметили в разных городах. Я, по крайней мере, знаю об Орландо и Филадельфии, когда люди не понимают вот эти хлопки, то ли это салют, то ли это стрельба, и люди начинают бежать. Люди запуганы. Это большая проблема ведь. Это большая проблема и в значительно большей степени, чем реальная, так сказать, опасность, которой люди боятся. Это нагнетание вот этой атмосферы страха, и это продолжение вот этого раскола общества. И иногда у меня возникает ощущение, что информационное обеспечение вот этих вот событий, освещение этих событий, оно носит такой пропагандистский, что ли, характер. Ну вот продолжение там раскола общества, вообще новое явление для Соединенных Штатов. То есть пропаганда-то была и там при Рузвельте, но вот такая агрессивная пропаганда, которая несет в себе, так сказать, еще элементы ненависти, это новое явление в Соединенных Штатах. Вот и это касается в том числе и вот оружия и желания демократической партии скорректировать вторую поправку, что, конечно, не хотят допустить обычные граждане, и это еще одна точка напряжения. Константин, времени остается мало. Короткий вопрос, конечно, не могу не спросить относительно Владимира Путина, который не поздравил нас вчера с Днем Независимости. Я имею в виду нас как нацию. Вот вы конкретно обиделись на вот это непоздравление, да? Кого вообще должно это затронуть? И в частности, может быть, я подумал сегодня утром, может быть, Джо Байдена это должно было затронуть, как вы считаете? Нет, ну это формальный акт. Путин превратил такое формальное действие в политический демарш. Тут же ведь есть еще один момент, понимаете? Получать поздравления от убийцы, от международного преступника невелика честь. Это значит, что принимать поздравления, слышать эти поздравления, это значит признавать его полноценным политиком, что ли. Но вот этого не очень хотелось бы. Поэтому я благодарен Владимиру Путину за то, что он понимает свое место. Место политического авантюриста и преступника. Константин, спасибо большое за то, что нашли время и присоединились к нашей программе сегодня. Это был политик Константин Боровой. Таким был этот день, как его увидели мы в редакции программы, сразу после Юрия Ростова, моя коллега Наталья Быстрицкая. Спасскриптумом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова